В аудиториях Кубанского юридического колледжа за учительским столом сегодня студенты. Объясняют новый материал и задают вопросы своим сокурсникам. В колледже День учителя объявили Днём самоуправления. О фактовом зале учебного заведения студентов и главных виновников торжества преподаватели ждал праздничный концерт. На сцене творческие коллективы города, местные артисты. Студенты тоже подготовили сюрпризы для учителей. К слову, в Кубанском юридическом колледже работают профессионалы своего дела. Целый ряд преподавателей колледжа имеют ученую степень, высшую категорию и почетные награды. Как итог, колледж выпускает высококвалифицированных специалистов. Педагоги квалифицированные, добрые, отзывчивые. Всегда понимаем студентов, у которых возникают какие-либо проблемы. Стараемся им помочь. На раннем этапе становления личности как таковой в нашем колледже. Ну, уже когда они заканчивают этот колледж. Надо сказать, большое внимание в колледже уделяют воспитательной работе. Важное место занимает должность преподавателя-куратора. Особенно он необходим первокурсникам. Что касается наших преподавателей, то это действительно преподаватели с высоким стажем. С очень высоким стажем причем. Они очень профессиональные, находят язык практически каждым студентам. И готовы помочь практически каждому. Не обошелся день учителя в колледже и без церемоний награждения. Все педагоги учебного заведения получили грамоты за добросовестный и такой важный труд. Отметили и учредителя колледжа. В учебном заведении решено открыть клуб спортивных единоборств «Скорпион». В связи с этим городская федерация кикбоксинга вручила Ирине Скляр благодарственное письмо за вклад в развитие спорта города Сочи. Но завершился праздничный концерт в церемонии вручения дипломов государственного образца студентам-заочникам. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.